Губит людей не пиво, губит людей вода. Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на своем канале. Я являюсь руководителем школы долголетия, которая помогла омолодиться, обрести легкость движения и изменить жизнь уже, наверное, 150 тысячам человек. И сегодня у нас интереснейшая тема, о которой мало говорят на просторах Ютуба, да и вообще в мире, это ошибки, порой летальные, которые совершают люди, когда пьют воду. Да-да, вы не ослышались. Вода необходима нам для жизни и нормального функционирования, но ошибки, которые мы совершаем, мешают воде помогать нашему организму. Смотрите это видео внимательно, чтобы получить от воды максимальную пользу, не пить ее впустую и не гробить здоровье. Первая грозная ошибка, это когда мы пьем воду стоя. Да, это ошибка. Воду нужно пить, когда мы сидим. Почему же нельзя пить воду стоя? Когда мы сидим, наш организм расслаблен, почкам комфортно и радости это приносит больше. Периодически от разных экспертов можно услышать, что человеку якобы необходимо выпивать в день 3, кто-то говорит даже 5, кто-то 6 литров воды. Друзья, вы можете представить миниатюрную даму весом 45 килограмм и 5 литров воды? Ну куда? Человек с отеками, перегруженный сердечно-сосудистой системой. Даже 3 литра воды только ухудшит его состояние. Как же понять сколько? Нам нужно пить воды. Ориентируемся на, прошу прощения, цвет мочи. Она должна быть прозрачно-желтой. Если моча темнеет, значит воды нам не хватает. Выпейте стаканчик 100-150 миллилитров. Подождите 10-15 минут. Жажда не отступила. Выпейте еще. Не нужно пытаться выпить за раз пол-литра или литр, как делают некоторые фанаты оздоровления. Почему? Потому что перерастягивается желудок и потом не избежать обжорства. Вторая причина. Мы наносим сильнейший удар по нашим почкам. Третья ужаснейшая ошибка, когда мы пьем воду комнатной температуры. На самом деле можно поступить гораздо умнее. Например, когда мы пьем холодную воду, мы запускаем мозг. Мы тонизируем нервную систему и даже иммунную. В жару такая водичка прекрасно утоляет жажду. Не верите? Сделайте талую воду у себя в морозилке. Попробуйте. А вот горячая, точнее говоря, подогретая теплая вода с утра прекрасно поможет тем, у кого проблемы с регулярным опорожнением кишечника. Она запускает моторику, перистальтику. Вода комнатной температуры бесполезная. Наш организм ее не воспринимает. Именно поэтому, когда мы пьем воду комнатной температуры, мы никак не можем напиться. И перегружаем почки, растягиваем кишечник, ведем себя к отекам, к повышению давления. К чему все это? Еще одна ошибка. Это когда воду принимают во время еды. Здесь частично вина стереотипа из нашего прошлого. Не ешь сухомятку, будет язва. На самом деле уже давным-давно доказано, что когда мы запиваем еду водой, организму нужно выделить гораздо больше желудочного сока. Потому что он распавляется этой водой. Кишечник растягивается. В итоге все это ведет к образованию порочного круга. И человек раз за разом переедает и истощает свою пищеварительную систему. Хотите быть толстым? Обязательно съедайте три блюда с десертом. И запивайте все это компотом. И последний совет. Горячая вода с утра запустит ваше пищеварение. А холодная запустит голову и иммунную систему. Попробуйте чередовать одну неделю холодную воду с утра, а другую горячую. А если вы хотите очистить свой организм целиком, то приходите на программу «Чистка». Ссылочка на эту программу находится в описании к видео. Пейте воду правильно и будьте здоровы. Друзья, в следующем видео мы разберемся, как избавиться от нароста на загривке, от так называемой вдовьи-ихолки или вдовьего горба. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И помните, что подписка на наш канал заменяет три таблетки аспирина. С вами был доктор, а для многих антидоктор, Алексей Маматов и школа долголетия. Крепкого сибирского здоровья вам, вашим близким и друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok